Сегодня вторник, 26 апреля, на канале РТВ и Международные новости. Меня зовут Сергей Кения. Здравствуйте, так сейчас в мире. Российский лидер не поддается американским уговорам. Президент США Барак Обама в Германии перед встречей с главами европейских государств пообщался с журналистами. В ходе интервью телеканалу CBS глава Белого дома отметил, Владимир Путин увидел в НАТО и Евросоюзе угрозу российской власти. Заявление прозвучало в контексте обсуждения миграционного кризиса, который, по мнению американского лидера, является проблемой не только для Европы, но и для Соединенных Штатов. Обама указал на опасность крайне правого национализма для единства ЕС. И, по его мнению, это в ряде случаев могут эксплуатировать такие политики, как Путин, который, цитата, «не всегда привержен идее европейского единства». Господин Путин в целом воспринимал НАТО и ЕС, трансатлантическое единство, как угрозу российской мощи. Думаю, он ошибается на этот счет. Я сказал ему, что в действительности сильная объединенная Европа в сотрудничестве с сильной, заинтересованной в контактах с другими странами России – правильный рецепт. Но пока его не удалось в этом полностью убедить. Накануне Обама, выступая в Ганновере перед встречей с лидерами Германии, Великобритании, Франции и Италии, заявил, что России стоит сотрудничать с остальным миром, а не запугивать своих соседей. Агрессивную политику ведет Вашингтон, а не Москва, отмечают в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в отношениях России и НАТО наблюдается торжество полного взаимного недоверия. Он отметил, что Москва фиксирует недружественные действия альянса, в том числе наращивание потенциала НАТО у границ России. О несмолкающей риторике времен Холодной войны наш сюжет. Не пропустите следующий выпуск новостей. Продолжаем. Правоохранительные органы Армении расследуют взрыв, произошедший накануне в Ереване. СМИ сообщают, что речь идет о детонации бомбы, заложенной в пассажирском автобусе. В результате инцидента погибли два человека. Еще восемь были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Как заявляют представители армянской полиции, сработавшая бомба была фугасного, а не осколочного типа. Автобус не горел, как пояснили в МВД. То есть, произошел так называемый сухой взрыв. Другие подробности, исходя из интересов следствия, не разглашаются. Мы попросили прокомментировать взрыв армянского журналиста и политического обозревателя Юрия Манвеляна. Он сейчас на скайп-связи с нашей студией. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, говорят ли о том, что произошедшее было терактом? Сегодня были бурные обсуждения в парламенте и ссылались на российские медиа. Фактически, кроме российских медиа, терактом этого никто не называл. Начальник полиции говорил о том, что был взрыв, но не употреблял слово «бомба». Хотя некоторые иностранные средства массовой информации писали о том, что взрывалась бомба. Сейчас, по последним данным, следственный комитет, вот самые оперативные данные, они говорят о том, что у них пока нет никаких доказательств того, что это было террористическим актом. Но на месте была обнаружена сим-карта, которая принадлежала, если верить следственному комитету, значит, дважды судимому мужчине, у которого на квартире произведен обыск, и там были найдены следы тротила или просто какие-то остатки взрывчатого вещества. Слово «таракт» никто не называет, призывают пока не делать поспешных выводов. Вот к слову об этом мужчине судимым, вот есть ли уже какие-нибудь версии, кто может стоять за этим взрывом? И связывают ли в Ереване это с обострением ситуации в Нагорном Карабахе? Сейчас действительно все связывается с этим, вот с войной апрельской, четырехдневной войной. Еще связывается с последним интервью президента, который признался фактически, что пять лет назад он на переговорах в Казани с азербайджанским коллегой был готов рассматривать вариант возврата пяти районов Карабаха в обмен на статус. И вот констрологические теории говорят о том, что с одной стороны те, кто склонен обвинять Россию, они говорят, что за этим может стоять какие-то российские силы, которые пытаются усилить атмосферу страха в стране и облегчить свою задачу по принуждению сторон конфликта, по принуждению к Еревану к какому-то своему решению Карабахского вопроса, каким-то резким движением в этом вопросе, изменением нынешнего положения. Другая констрологическая теория говорит о том, что во всем находит турецко-исламский след, речь идет об ИГИЛ, террористической организации «Исламское государство», пытаются находить вот эти следы. Но опять же, я повторюсь, это надо понимать, что это пока что какие-то теории констрологические, которые пытаются связаться с текущим политическим моментом. Спасибо, Юрий. Я напомню, на скайп-связи с нашей студией был журналист и политический обозреватель из Армении Юрий Манвелян. В 30 лет Чернобылю в Украине отмечают годовщину одной из крупнейших в истории техногенных катастроф. 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел разрушительный взрыв. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. У сотен человек была диагностирована лучевая болезнь. Десятки тысяч были эвакуированы. Город Припять полностью обезлюдил. Недалеко от него был отстроен новый город Славутич специально для работников аварийной АЭС. Минувшей ночью ровно в час двадцать четыре время, когда произошел первый взрыв, там началась церемония в память о жертвах трагедии. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Оставайтесь на канале Артелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова